Пейзаж с охотниками Светланы Плешивцевой. Молодая художница пришла в картинную галерею сразу после окончания училища в 1967 году. О том, что есть такая профессия – реставратор картин, тогда не знали не только во Владивостоке. Светлана Антоновна долгое время была единственным картинным доктором во всем регионе. Лечить старые произведения приходилось по всему Дальнему Востоку – Иркутск, Магадан, Хабаровск. Вот лишь малая часть городов, где представлены картины, которые отреставрированы руками Светланы Плешивцевой. Я еще первое время не могла ничего делать. Я первый раз съездила, мне разрешили обеспыливать, удалять поверхностное загрязнение, потом все дальше, 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 потом дублировать, потом расчищать, постепенно все это накапливать. Потому что я приезжала на месяц. За месяц, ну что можно было, только сдублировать, и все. Учиться реставраторскому искусству Светлана Плешивцева ездила в Москву. К опытным художникам-реставраторам привозила произведения Приморской картинной галереи. Собственная мастерская у нее тогда была совсем маленькая, в подвальном помещении на Партизанском проспекте. А сегодня только в Магаданском краеведческом музее работам Светланы Плешивцевой отведен целый зал. Сколько вообще работ у вас в целом? Отреставрированы? Я даже не знаю, сложно сказать. Очень, наверное, много, потому что в год, наверное, работ 10-12 делается. Но там же разные реставрации. Есть просто укрепить, а есть восстановить. Есть дублировать, а есть просто укрепить. Мастерство реставратора – это очень кропотливый, вдумчивый и долгий труд. Он требует спокойного характера и усидчивости. Чтобы привести в порядок, одну картину могут потребоваться месяцы, а иногда годы. Кроме тонкой работы, мастерам приходится мыть и гладить полотна, дергать гвозди, пилить рамы и даже варить клей. Это у нас вот таким рыбьим клеем мы пользуемся. Это пузырь осетровых рыб. Он измельчается, на сутки замачивается в дистиллированной воде, а потом варится вот в такой клееварке. Это у нас тоже. Раньше мы кастрюльку в кастрюльку ставили, а теперь мы уже современные. Вот такая клееварка. Но вообще технологии реставрации картин, отмечает Светлана Антоновна, за 50 лет изменились мало. Как и полвека назад – укрепление, дублировка, восстановление красочного слоя, подведение грунта. А вот материалы реставраторы используют современные. Они значительно упрощают и ускоряют работу мастера. Также еще заделочка прорывов. Вот раньше мы всегда только заплатки вставили, например, если прорыв. А сейчас тоже химический такой клей есть, синтетический в ней, в который волосочки склеиваются, холста. Полувековой юбилей мастерской и своего труда Светлана Плешивцева отметит, как всегда, за работой. 25 сентября в картинной галерее откроется выставка картин, которым Светлана Антоновна подарила новую жизнь. Светлана Садовая, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.